Всем доброго времени, с удовольствием я, с вами Максна, и это 24-я часть нашего прохождения модификации «Сталкер Фадукси», и мы по квесту для местного техника, или какого-нибудь доктора, команд, короче, какой-то, мы, короче, к нему по квесту идем в госпиталь, и должны топить ему микроскоп и таблетки, и далага боится, что не выдержит пси-удар от контролера, поэтому, ну что поделаешь, поможем человеку. Нас также предупредили, что здесь могут быть какие-то медсестры, ну, хотелось бы посмотреть, что за медсестры, но, в принципе, мы скоро это узнаем, потому что мы уже почти подошли к госпиталю вплотную, разобрались с несколькими не очень сообразительными противниками, с местной флорой, а с местной фауной, вот, сейчас будем искать, что мы ищем, таблетки или микроскоп, так, здесь ничего нету, а где есть тогда поиск, поиск, тарапот на поиск, может, кто-нибудь запрятал хотя бы тайничок какой-нибудь, нет, ничего нету, жалко, конечно, что мы тут, но, думаю, нас предупредили о медсестрах, я думаю, нам достаточно троповика будет, чтобы с ними разобраться, а может быть и недостаточно, я точно не выборю, так, здесь ничего нету, здесь нету, так, фонарик, вот, хорошее освещение дают нам фонарик, нет ничего, и там дальше, тоже ничего нету, блядь, ничего нету, куда идти, очень большой господаль, может, на крыше здесь есть? Нет, на крыше вряд ли, я думаю, но, может, я здесь медсестры, а то мне как раз не хватает укольчика, кто там остался в дворе? Я что, ещё не всех торпил? Нет, ну ладно, спустите, стресс, ай! Ну, зато быстрый спуск, и мы, нам не пришлось идти обратно, хотя я здесь уже где-то был, надо переходить в второй корпус, или нет, всё, здесь я был, так точно был, в следующем корпусе, как вот здесь, не нравится мне написать, почему-то, если там не было ничего, значит здесь есть, я надеюсь, как туда залезть, всё, забрались, так, где-то здесь пишет кто-то, так, надо посмотреть, здесь есть ли что-нибудь, вот, коробка, отпускать, микроскоп лабораторный, достать психоделин, задание о том немало, так, давайте сохранимся, возможно, сейчас появились предполагаемые медсестры, ой, блядь, действительно, появились, что это за увезущее? Похоже, не берёт её дробовик, но уже точно видно, что дробовик не сильно её берёт, при чём мы в неё стреляли, как ты, чё? Какая... Как сказать... Так, может, её здесь не будет, удастся обойти как-нибудь? Нет, всё-таки она активизируется, как кровосос. Порождение местной... Порождение соды... Это что-то из-под вида кровососов. Действительно, необычный противник. Очень сложно его убить, но я всё-таки постараюсь обмануть. Интересно, добить или убежать? Но всё-таки мне интересно, что у него есть. Всё-таки мы выигрываем. Именно в этом паре сердце моста увлечила какая девушка. Жуткая помощь кровососа и женщины. А действительно, это кровосос. Однако... Действительно... Кровосос какой-то... Печальный. Вид у девушки кровососа. Видимо, ей очень сильно не повезло. Но мы облегчили её страдания с помощью заряженного картечи дробовика. Нам ещё здесь осталось найти таблетки. И неизвестно, сколько их ещё здесь в центре. Очень будем надеяться на то, что их нигде есть. Осталось не очень много. Хватит выть. Что-то его СВД не берёт, спаркуривает. Но нет, всё-таки взяло. Надо было с прицела стрелять. Осталось найти таблетки и всё. Вот в таких маленьких проёмах очень рискованно, что можно ещё попасть на такую же кровососику, с которой бы не очень хотелось бы сталкиваться. Тем более, что здесь в узких коридорах от неё похоже не убежать. Вот здесь ником лежит. Как там пищик, блядь? Оно. Разбежались. А люди там за пищик, блядь, блядь. Это разница. Как они противно орут, это пиздец. Значит, нам надо на следующий этаж спускаться. Но здесь скоро всё больше и звуки всё ближе. Здесь я слышу сногов, выполненный жаб, ещё кого-то. Просто надо найти таблетки и уйти. Не очень-то хочется здесь оставаться всё за картинами. Произведения искусства. А спишите в комментариях, если знаете, что это за картины на сцене. А то я за них не очень-то так знаю. Тест не оттуда. Может, тест не оттуда? Вот этих маленьких бачках для слива тоже ничего нет. Печально как-то, что мы не нашли в этом корпусе, видимо. Видимо, придётся так. Где эта тварь какая-то пищи? На, она там ещё не одна. Как хочется. Одна заползла в цех. Кто-то ползёт. То ли кровососка легко. Ладно, пойдёмте. Блядь, какая она быстрая и проактивная. Она так неприятно стоит. Говорит, ну не пищит. Наконец-то стало тихо и спокойно. Без пищания. Пережжаний. Можно спокойно проходить дальше. Так, здесь, значит, нет паблеток. Похоже, во втором корпусе, в котором мы то и это всё обыскали, придётся поискать там. Ну, здесь могут быть какой-то красивый дерево. Здесь мы поймём тени. Там же кровососвет. Никого. И нету таблеток. Таблетки появляться даже не так резко. Зря мы, значит, до этого здесь всё оплатили. Может здесь? Вот они. Психозелин. Медицина здесь бесстильная. Вернуться к добрыне. Так. Вот она. Одна. Её даже из воды не берёт. Всё-таки это был очень... Необдуманный шаль действительно стреляет. в неё из воды. Надо было просто бежать. Давайте приняем за внимание, всё-таки попробуем... Убежать. А куда бежать? А вот оно окно. Ха-ха. Всё. Выполнили мы квест. Осталось дойти до таблетки. До таблетки. И... До таблетки. И... До таблетки. Нет. Там ничего нет. Если туда не заболеть, значит там ничего нет. Таро, привет. Ну вот, вроде вернулся. Весь под впечатлением. Ну и что, нашёл чего? Нашёл я микроскопы, таблетки твои. И бабочки их встретил. А ещё радость. Одно целоваться лезет всю. И зло бы бегать туда-сюда. Наверно, пациенты бывшие. Ебическая сила. Прям так и целоваться. Ага. Только кирдык тебе после такого поцелуя. Ладно, добрыня. Вот твой заказ. Пойду к пастуху. Может, есть новости какие? А чё нам дал? Так. Нет. Худинг. Хороший артефакт. Мусульс плюс 18. А жопы 45. Электрошоп плюс 50. Что? Пойдёмте, пойдёмте. Пастуху. Какие узнаем новости? Узнаем новости. Хороу, пастух. Получили от тебя смс-кай с новостью? Здорово, Алекс. Новости есть. Я узнал, где можно найти хозяина. Ага. И где же он находится тогда? Хозяина сейчас с небольшой группой своих псов устроили привал в речном борту. Попробуй войти к нему в доверие. Не руби с включая, не лезь на пролом. Ну что ж, наверное, пришлось время посидеть и узнать. Долго он собирается меня преследовать. Алекс, будь осторожен. Казайди ко мне после того, как дела решишь. Конечно. Описать и на сайтру. Кто-то мне подсказывает, что нужно закупиться для таких походов. Картеши желательно. На автомал вал тоже закупимся. И сегодня мы как-то продадим, потому что патроны слишком тяжелые. А то нет, не будем ничего продавать ему. Мы все побежали, значит. Такая долгожданная у нас встреча с хозяином. Хозяином псов в речном борту. Надо пересадиться на всякий случай. И узнать, что же он от нас хочет. С чем остаться? Наверное, лучше возьмем вал. Тем как-то попроще будет. В случае перестелки можно быстро отстреляться. А действительно много бывших пациентов осталось после больницы. В виде изломов. Но не будем тратить на них патроны. Они не такие-то уже необходимые. Ай, как этот виск по ушам лезет. Неимоверно сильно. Мы дошли почти до речного порта. Так, с этой стороны. Блядь, я забыл, что здесь псевдо-псы. Псевдо-собаки. Два-три, мы дошли до порта. Мы с... Блядь, они от нас не отстали. Здесь прям очень сильно сделали псевдо-собаку. Чтоб мне вообще невозможно подойти. Ну что, сохранимся? Сейчас, наверное, будет перестрелка. Девять человек. Я готов. Чтоб он заводит. Уходи отсюда, мужик. Мужик, тебя чуть ли кровосос не завалил. Ай, блядь. Что такое? Кровосос проиграл. Здорово. Мне бы вашего старшего увидеть. Хозяина. Здорово, смелый сталкер. Я хозяин. Что тебе нужно? У тебя имя есть? Хотя зачем оно мне? Да ты погоди, имя есть. Я хочу слушать Монолиту. Вы же из этой группировки. О как. И что ты предлагаешь? Я бы хотел вступить в ваши ряды. Я слышал, что есть такие псы. Вот к ним, блин, пропасть. Ну, допустим, я и есть командир этих псов. Только вот, чтобы попасть к нам, нужно пройти одно небольшое испытание. Я готов на любое испытание. Только бы стать свой уголь Монолита. Да прибудет с вами сила его. Так что за испытание? Нужно пройти одно... Только нужно одно пройти испытание. Что за испытание? Да, испытание ерунда. Нужно сумасшедшего заболеть. У одного из моих бойцов крыша съехал. Филинг во все, что движется. Двоих своих бывших друзей уже подстрелил. Хотели с ним поговорить. Размерил просто. А в чем подвох-то? Так что ты что-то не таковариваешь. Просто это один из моих лучших бойцов, так сказать, элита. Его просто так не взять. Вот если справишься, значит ты достоин занять его место. Понятно. Иди искать этого психа. Недалеко. Он в Прометее. Сидит. Иди туда. Походи по кинотеатру. Он сам тебя найдет. С ним правда пара девочек. Вот это за них-то и сдвинуло пацана. Девочек. Встречала тут недавно пару. Не дай Бог ночью приснуться мне онили. Сти результат. То есть. Алису показалось, что эти девочки это Олеся и Аня. Я так понял, да? Или наоборот медсестры. Гринь тебя банит. Кровасосок. Это что, ведьма? Ни хрена себе, это уже какие-то другие девочки. Не похожи на тех, что в госпитале были. Действительно. Это ведьмы. Похожи из Лэптургет 4. Но носятся они довольно бодро. Хорошо, что есть дробовик. Но я, блядь, в них всё равно не могу попасть. Даже похожий ведьма в Лэптургет носится намного медленнее, чем она здесь. Так, так. Хватит, блядь, подыхай, сука. Бегать туда-сюда. Есть ведьмы. Ведьма странное порождение зоны. Это на женщин очень сильный опасный мутант. Есть предположение, что это продукт держал основы эксперименты на человеку. Всё, ясно. Давайте сохранимся. Кстати, что думаете насчёт ведьмы? Тоже оставляйте комментарии, хотелось бы послушать. Так вот, ещё одна ведьма. Очень медленная. Ай-яй-яй, вернее, мне так показалось. Собираю свои слова на прав. Действительно, в этом случае я оказался не очень прав, как в случае с коспикарём. Нельзя недооценивать противника. Тем более, таких, как это ведьма. Где она там есть? Интересно, а какой же у него борец, если он сошёл с ума от таких девочек? И почему эти девочки его не убили? Да, блядь, не смог убежать. Вот что это за тупизм, я не могу понять, блядь. Что кровосос в этой игре, что ещё кто-то, блядь. Когда он нас кусает, мы даже не можем отойти с места. Такого просто не может быть, чтобы мы не смогли двинуться, блядь. Потому что, ну, не знаю, потому что в других играх всегда не так. А здесь, блядь, пиздец. Хоть не попадайся в нему. А вот здесь есть другая площадь. Мы перепираемся сюда. Препрыгиваем здесь. Ещё пришёл. Хорошо, что у нас есть выносливость. Ай, блядь, вот сейчас повезло. Подыхай, блядь. Хромающая двань. Всё, осталось немного... Давай заканчивай. Я по бессмысленно выбегаю. Нам осталось теперь с каким-то бойцом справиться. Давайте сохранимся. Пройти испытание хозяева сумасшедшего пса. Хозяева пройти испытание, кажется, он нашёл... Не в курсе, какое-то. Но вообще-то я не знаю, возможно, он в курсе кто-нибудь. Он просто нас специально сюда заманил, чтобы убить. Возможно, и так. Так, где ложный адрес, замешивай кость. И почему попробуем этим пить? Не понял. Так, где... Где он, я не могу понайти? Где ты прячешься, блядь? В другом корпусе, что ли? Один. Значит, ну, где-то близко. Ага, значит, где-то здесь. Безумец. Очень плохая, опытный. Так, здесь никаких мечек нет. А где этот безумец? Я тебе косточек принёс, безумный, у меня твоя башка. Понятно, что не могу прячься где-то. Здесь, что ли, где-то на втором этаже? Тут никого нет. Что-то здесь есть, что-нибудь есть. А вот он. Нашёл. Так, значит, что он вон где прячется. Значит, мы уже знаем, что он на втором этаже сидит. Уже хорошо, в принципе. Какой я тебе чужой, ты что, блядь? Яду кладу, что ли? А давайте здесь сохранимся. Думаю, с ним разберёмся очень быстро. А что-то мне показалось, что не очень быстро. Выстрел от гранатом, а кто выдерживает это? Каким надо будет, блядь? Сирку. Блядь, действительно бронированный какой-то, что ли. Я даже не могу рассмотреть, что за броню у него. Непонятно. Так, а эта пушка у нас нет ватронов. Ну, давайте тогда всё-таки с СВД его попробуем пробить. Она мощная пушка. Действительно, не берет его СВД. Как-то не было странно. Ну всё, достань ты меня уже. Как-то перезагрузились. Это... Надо... Короче, я понял, в чём здесь проблема. Я долго не мог этого понять. Короче, проблема была в том, что у нас нету достаточной пулестойкости, чтобы выдержать его выстрелы. Поэтому так получалось, что он наш экзоскелет пробивал очень сильно. Ну, сейчас то, что это вы увидели, это просто косяк монтажирования оказался. Согрузка, это какая была... Ау. Так, надо, короче, поставить архиват побольше на... На пулестойкость. И тогда он не сможет нас... Убивать с первого раза. Ну всё, думаю, мы готовы к... Величайшей битве. С бронированным противником. Ай, блядь. Даже... Не успел... Уже ствол заклинил. Мне кажется, эта броня у него из... Из фалаута. Броня... Экзоскелет какой-то. Или из какой-то другой игры. Получай, блядь, свою. Так, нам понадобится биосканер, чтобы знать, где он прячется. И где он есть. Значит, он это здесь идёт к нам. Ну вот давай мы, сука. Ещё и гранату у нас в туннеле. Или выстрелил с подствольника. Я так и... Не разоглядел, что у него за оружие. Но у него похоже Абакан. Интересно, сколько в него надо будет пуль выпустить. Но выстрелы у меня более-менее нет. Просто из-за быстрости стрельбы приходится по 3-4 стрелять мимо. Это очень жалко. Действительно, не убиваемый, блядь. Что-то я не... Блядь, а зачем так сделать? Теперь не видно коридора из-за этого окна, блядь. Чёрный цвет. Отходим не от чёрного цвета. Подходим. Отходим чуть дальше, есть. Так, он где-то там, блядь. Даже музыка прошла, жалко капли. Ну ладно, она не особо нужна. Ай-яй-яй. Вот хорошо, что мы надели артефакты на ранней стойкость. На бульной стойкость. Иначе у меня бы с ним диква заряжалась бы ещё надольше. Да что ты такой, блядь, не убиваемый? Интересно, на него действует кровотечение или нет? Иди сюда, хватит там тегли. Как за положением. Туда-сюда, туда-сюда. И где-то здесь стреляют. Интересно, а здесь мы с другой стороны обойти не можем? Нет, не может. Значит, мы в публике, получается. Действительно, очень опасный противник. Но мы вылепили ему очень смачно. Нам нужно отойти на первый ярус. Потому что патроны заканчиваются. И с СВД с него в таком коротком расстоянии не очень удобно стрелять. Хотя у нас ещё есть гранатомет. Вот он. Попали на него всё-таки, попали. Не убиваемый танк. Элита, говорит, нашего подразделения. Действительно, бронированный танк. Тошно много. Но мне было жалко вообще, если... Так много мне жалко твоего бойца было одевать какие лапы. И таспеки. Играемся в прятки с танком. Где ты играешь? Теперь я в лагу не играю. Он по другой стороне по уличному что-либо десет. Какая-то траектория у него по вскорке непонятная. Но близко к нему нельзя подойти, потому что пиздец всё будет. Летальный как он... Стреляет чётко. Вот этот вид патронов уже его пробить не мог. Кажется, мы очень сильно разозлили танка. Его взлит именно то, что у меня почти по атефактам такая же бронесколькость, как и у него. Ну нет, не почти такая же. Потому что если он у нас выпустит целую обойму, нам придёт пиздец. Но благо того, что надо двигаться как можно быстрее. Так, пули кончились, надо переходить в другой артиллерии. Потяжелее. Так, пойдём с камерой, он где-то здесь ладует. Ну давай, иди сюда. Туда, дорогие, иди, где я стою. Такая митва тяжёлая. У меня такая... Такое... Как сказать... Первый раз такое обсталкиваю у меня, чтобы я вот так, блядь... Ну двадцать сидел и убивал одного противника. Всё, пули кончились. Ладно. У нас есть тут ещё одно оружие. Кто же всё-таки выбивает в этой битве? Хватит ли у нас патронов, чтобы его убить? Или нет? Где-то там прячется. Тоже сидит, ждёт так же, как и мы. Но всё равно... Ну давайте его подманим немножко, выманим. То есть выстрелим, он на выстрел отреагирует и пойдёт в нашу сторону. Прям одновременно стреляем с ним. Попадаем друг в друга. Да, это у него, похоже, броня какая-то из какой-то другой игры. Какая-то... Или это... Вольтенштейн или что? Ну это... Всё. Да уж. Странное испытание. Он ведь заведомо меня послал насмерть. Кажется, он знает кто это. Нужно действовать быстро. Раз уж с этим дураком танком справился. Тут с хозяином, думаю, тоже разберусь. Всё. Друзья. Это победа. Танк просто истёк в крови. Действительно. Но он был, оказывается, с грозой. Мощный очень автомат. Оставь себе свою броню. Всё. Теперь можно разбираться с хозяином. Всё-таки... Козёлка. Действительно. Я вот стреляю по частям брони. Но из неё нельзя попасть просто так. Особенно шлем бронированный. Без какой-то другой юри возможно. Но всё равно сделано вообще зачётно. Такое испытание... Очень... Мне очень понравилось. Такое вид испытания, которое придумал автор. Пуле... 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 Пуле стойкость, думаю, потом оставим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Естественно. Ну что ж, друзья. Думаю, надо заканчивать. Увидимся с вами в 25-й части нашего прохождения. Что тут сказать? Всё было очень отлично. В 25-й части увидимся. Оставляйте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем... До новых встреч, друзья. Увидимся в 25-й части. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok